Слава Украине! Привет всем от Полонского! В России перетрубации такие происходят, да, бурление, как в унитазе. Это вот очень мне напомнило. Значит, Путин снял Шойгу, да, вот этого знаменитого оленевода. Это был, наверное, первый и последний оленевод в мире, который был министром обороны. В то же самое время вот у него было очень серьезное достоинство. И Путин, видимо, за эти достоинства его очень ценил. Они вместе ездили всегда в Сибирь, в Тайгу отдыхать вдвоем, там в полуголом состоянии. Ну, видимо, любил он его или Шойгу Путина любил. Короче, их там не поймешь. Какие-то дела нетрадиционные идут, в то время как Россия борется с этими отношениями. Но, видимо, любви пришел конец. Не знаю, насколько она там страстная была, не страстная. Но вот Путин своего любимого, значит, с должности министра, аленевод, говорю, министра обороны снял. Снял его с министра обороны, но, видите, не оставил. Все-таки вот с любимыми не расставайтесь, он его все-таки не прокинул. Сейчас я расскажу, что там дальше произошло. Вот, значит, снял он этого и сразу же снял Патрушева с, как она у них называется, свет безопасности, да, России. Снял он с главы Совбеза этого Патрушева и сказали, новую должность ему подыщут там в течение нескольких дней. То есть, по всей видимости, акции Патрушева там очень серьезно упали. Знаете, Патрушев такой, на мертвеца похожий. Вот. У них там еще один такой кадр был, Иванов, но его раньше сняли. Да, так вот, Патрушева тоже сняли. И этого сняли. Вот. Ну и, опять-таки, видите, день был очень такой продуктивный у расистов, точнее, у Путина. Он там же пошел свои вот эти кулуарные дела месить. Оно нелепо выглядит, но, тем не менее, значит, он сильно обидел Димона Алкогнома. Значит, вот серьезно, вот Димон Алкогном, конечно, был сегодня оплеван с ног до головы. Я не знаю, хватит ли ему борьбы с Финляндией сегодня. Ну, литра точно не хватит. Вот, после всего, что произошло, вы спросите, а что ж такое? А дело в том, что Димон Алкогном рассчитывал, что его сделают же секретарю. Когда Патрушева снимут, то он молодой, красивый и ниже Путина, что является большим преимуществом в российской иерархии. Значит, что его сделают главой Совбеза? А его, значит, опрокинули и оставили замом. Ходи в замах, там вот это вот, пиши посты в телеграмме, в тиктоке, вот это твое место, да. Оставили его там, поэтому он сильно огорчен. А знаете, кого назначили главой? Правильно. Я же сказал, что Путин, вот там, с любимыми не расставайтесь. Но он своего, значит, вот этого вот, как его назвать, не знаю теперь. Ну, а линевода назначил секретарем совета, главой Совета Безопасности. Видите? А этого Димона-алкогнома, значит, вот, не знаю, не повысил. И получается, вот теперь у Димона горе. Горе, которое вот залить не перелить. У Патрушева тоже горе, потому что непонятно, что с ним произойдет. И назначил бывшего вице-премьера, который курировал различные там экономические отрасли, российской этой экономики, назначил по фамилии Белоусов, да, некий Белоусов. Тоже, посмотрите, вот я его даже прицепил, значит, морду у нас на телеграм-канале, чтобы вы посмотрели, как оно выглядит. Ну, очередной мутант, понимаете, там вот нет людей. Вот когда смотришь на власть расистов, ну, вот смотришь, это просто, это черепа. Это не люди, это черепа, да, вот бывают лица, бывают морды, бывают рожи. А если смотришь на вот российское правительство, там черепа, тупо, это не живые лица, это чертишо, это вот черепушки. Да, и этот вот, как его, господи, прости, Белоусов, то же самое, такой же из этой вот когорты. Значит, был вице-премьером, стал министром обороны. Это, он гражданский, да, значит, в чем дело, почему сняли Шойгу? Все довольно просто, видимо, Путин считает, что он завалил производство оружия на России. Или же оно сделали его слишком дорогим. И вот этот вот, Белоусов, значит, призвано, видимо, наладить производство оружия, полную милитаризацию российской экономики и т.д. и т.п. Получится у него, конечно, нет. Ничего у него не выйдет, и это вы увидите очень скоро. Но, тем не менее, знаете, что, вот я вот смотрю на вот эту вот всю возню в российском, в российской верхушке этой, и мне, знаете, вспомнился анекдот о убыточном публичном доме. Все-таки, если Путин хотел, чтобы у него что-то заработало лучше, а не так, как сейчас, то надо было все-таки поменять личный состав, а не передвигать там по этому кровати, понимаете? Вы меня поняли. Короче говоря, можете не особо волноваться, ну, как я вам сейчас скажу приблизительно так по России. Если было у них плохо, ну, станет еще хуже. Все будет Украина. Да, Герасимов свой пот сохранил. Помните этого интеллектуала, да, который ручку когда-то оторвал от УАЗика? Ну, вот он остается, да, так что все будет Украина.